Телеканал КРТ представляет Сейчас, цитата в Белгаз-Трансбанк Ром, пи***ь, кто такие тексты пишет? Да, хорошо Будущих контактов, пи***ь, контрактов Пи***ь, кто это написал? Увижу в зеркале прибил Добрый вечер, дорогие друзья В эфире очередная программа «Международная панорама» и ее ведущий Дмитрий Джангиров Сегодня у нас очередной юбилей Мы представляем вашему вниманию 21 выпуск программы Вакханалия, продолжающаяся в Штатах и перебросившаяся на Европу Делает рискованными любые шутки Вот в прошлый раз я иронизировал насчет ритуала покаяния перед дискриминируемыми геями И вот уже ирония проделала полпути до реальности Как вы видите, на митингах кроме традиционного «Жизни черных имеют значение» Появились лозунги «Жизни черных представителей ЛГБТ имеют значение» И «Любовь черных имеет значение» Как-то тревожно мне становится за анальную девственность белых американских натуралов Хотя несомненно, что протесты как против расизма, так и против полицейского произвола или социального неравенства Имеют под собой вполне реальные основания Однако абсурдность форм солидарности с жертвами начинает напрягать многих, независимо от цвета кожи Американское издание National Review анализирует троллинг черным ютюберам с ником Smooth Sanchez Либеральных представителей белой расы То, что это троллинг, Санчес откровенно написал в своем твиттере Типичный эпизод таков Санчес подходит к белой женщине и заявляет, что является представителем движения Black Lives Matter Затем он утверждает, что его руководитель в BLM поручил ему найти белых людей на улице для прямой трансляции И поставить их на колени в знак солидарности с Джорджем Флойдом Когда она становится на колени, а это легко удается Санчесу в большинстве случаев Он просит ее извиниться за свою белую привилегию, удалось пять раз Или даже признать, что она причастна к преступлениям против меньшинств в силу своего белого происхождения Зафиксирована дважды Если в какой-то момент белая женщина отказывается следовать указаниям Санчеса Он стыдит ее, называя фанатичной расисткой или сторонницей превосходства белых Судя по всему, немалая часть либеральной белой интеллигенции уже вполне готова выйти с плакатами «Нам стыдно быть белыми» На самом же деле, если уж проводить параллели То происходящее сегодня на Западе напоминает последние годы Советского Союза Когда ранее мифологизированные герои объявлялись злодеями Важнейшие победы – поражениями Главные достижения – плагиатом Отсюда вытекало, что созданное на одной шестой суше государство Это неудачный эксперимент, а его жители – лузеры, не имеющие перспектив С некоторыми вариациями подобные концепции сейчас пытаются навязать Соединенным Штатам и Западной Европе Да, первые президенты США были рабовладельцами Вопрос в том, перечеркивает ли это все их иные заслуги, если в те времена рабовладение считалось нормой Американскому обществу навязывают еще недавно неприемлемый ответ Да, перечеркивают Странно только, что никто еще не требует запретить демократическую партию США Созданную южными плантаторами рабовладельцами в 1828 году и защищавшую институт рабства Кстати, Линкольну уже припомнили, что он был противником права голоса для черных Впрочем, Линкольн был республиканцем, как Трамп А этот памятник находится под угрозой сноса, ибо освобожденный Линкольном черный раб уже избавился от кандалов Но еще не встал в полный рост рядом с Линкольном Кстати, американский журнал «Популярная механика» дает советы, как правильно на научном основании валить памятники Материал вполне актуальный после случая, когда статуя президента Южной Конфедерации при падении раздавила потомка раба Британия в гонке абсурда, похоже, способна опередить свою бывшую колонию Так, The Sunday Times уже подсчитала, что треть национального богатства Британии состоит из имущества, приобретенного за счет прибыли от работорговли Газета Guardian активно поддержала снос памятников, связанных с рабовладением В связи с чем газета Daily Mail призвала закрыть саму Guardian, которая поддерживала конфедератов и проклинала Линкольна за отмену рабства в США Была создана соответствующая петиция, которую уже поддержали тысячи британцев Кстати, продолжая параллели, анонсированный вывод США своих контингентов из Афганистана и Европы Напоминает вывод войск СССР из тех же регионов Что на фоне потери культурно-идеологической привлекательности Воспринимается миром как отказ от имперского статуса и начало тотального отступления 13 июня во время выступления в военной академии в Вестпойнте Дональд Трамп заявил выпускникам, что Америка завершает эпоху бесконечных войн Цитата Каждый из вас начинает карьеру в армии в решающее время американской истории Мы восстанавливаем основополагающие принципы, согласно которым работа американских солдат Заключается не в перестраивании других стран, а в защите нашей страны от врагов Мы завершаем эру бесконечных войн Конец цитаты Трамп также заявил, что в обязанности американских военных не входит разрешение древних конфликтов В далеких странах, о которых многие люди даже не слышали Цитата Мы не полиция этого мира, но пусть наши враги знают, что если нашему народу угрожают, мы никогда не будем колебаться Конец цитаты По словам президента США, теперь с этой ситуацией должны справляться Турция, Европа и Россия Первый на призыв справляться с этой ситуацией отреагировала Турция, вторгнувшись в Иракский Курдистан и атаковав позиции рабочей партии Курдистана Китайская Народная Республика решила попробовать на зуб главного стратегического союзника США в регионе, Индию Впервые за 45 лет в районе спорного высокогорного участка индо-китайской границы в провинции Ладакх произошли боестолкновения между военнослужащими обеих стран Жертвы есть, но информация по ним противоречива Наиболее эффектный праздник не послушание в честь ожидаемого ухода мирового жандармана пенсию устроил Пхиньян Взарваав 16 июня промышленный комплекс в демилитаризованной зоне, где располагается совместный офис связи Сеула и Пхиньян 8 июня информационная агентство Северной Кореи сообщила о полном разрыве всех линий связи с югом, включая военные каналы и спецлинию между высшим руководством двух стран Это стало ответом на акции беженцев из КНДР и южнокорейских активистов, которые регулярно запускают из демилитаризированной зоны на северную территорию агитационные материалы с помощью воздушных шаров Кроме того, во вторник Генштаб Корейской Народной Армии сообщил о проработке планов по введению северокорейских войск в демилитаризованные зоны Кесон, расположенный менее чем в 50 километрах от Сеула, считается одним из главных направлений для продвижения северокорейских войск на юг в случае начала военных действий Военные эксперты считают, что без помощи США Северная Корея захватит Южную за неделю Но если все упомянутые страны реагировали на абстрактное заявление Трампа, то Берлин комментировал вполне конкретные шаги Вывод четверти воинского контингента США из Германии и обещание сократить его наполовину В рамках чисто трамповской логики Берлин тратит на оборону 1% ВВП, а не 2%, значит и США сократят половину своего контингента И здесь Берлин огрызнулся Посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер сделала весьма резкое заявление, хотя и в рамках дипломатических норм Цитата «Американские войска присутствовали не для защиты Германии, они присутствовали для защиты трансатлантической безопасности, а также для демонстрации американской мощи в Африке, в Азии» Конец цитаты О достаточно неожиданно появившейся твердости Берлина в отношениях с Вашингтоном мы поговорим с политическим экспертом Владимиром Лариной Владимир, как по Вашему мнению, почему немцы, которые обычно предпочитали отступать, уступать американцам, ну, понимая всего многих причин Вдруг вот встали в оборону и ни шагу назад Как это, выводите войска, так выводите Вы не нас здесь защищали, а некое трансатлантическое единство, как сформулировали И намекнули, что это была перевалочная база для переброски в Азию войск И, так сказать, «Северный поток-2» мы тоже будем завершать А почему, не дожидаясь президентских выборов в США, чтобы как бы посмотреть, кто кого, все-таки вот сейчас Германия пошла, Берлин, во всяком случае, официально на обострение? Ну, наверное, разделю сначала все-таки два повода Потому что, что касается вывода войск, то по всем опросам, которые проводились раньше на территории Германии, в принципе, обычные бюргеры были за то всегда, чтобы войска выводились То есть это политики, причем довольно абсолютно разных партий, всегда высказывали за то, что контингент, который стоит в Америке, все-таки хорошо, что он стоит, пускай должен стоять Почему сейчас начали об этом говорить власти? Ну, наверное, потому что они поняли, что для Трампа сейчас это все-таки спекуляция И спекуляция как раз на вопросе газа, отнюдь не вопрос НАТО Потому что на лондонском юбилейном заседании НАТО было говорено о том, что с 2021 года по 2024 год Германия должна увеличить свою долю в бюджете Там практически сравняют до 16-35 его от общего бюджета, то есть ее доля должна стать точно такой же, как доля США То есть, по сути, сейчас у нас только 2020 год, и о том, что Германия что-либо не выполнила, говорить рано Несмотря на то, что разговоры о том, что бюджет с 1% ВВП до 2% идет после того, когда в Крыму поменялся флаг Поэтому немецкое правительство, видно, понимает, что это спекуляция Почему Трамп это делает? Ну, потому что для него это огромная потеря идет шанса поставок сжиженного газа в Европу Потому что сейчас уже вторая большая компания, Юнит, которая занимается газом, объявила о своем банкротстве И Блумберг говорит о том, что можно ожидать банкротства практически 70% всех компаний, которые занимаются сжиженным газом И поэтому Трамп выбрал вот такой вот путь для того, чтобы оказывать давление в Германии Но для немцев-то выгоден северный поток, потому что Германия с помощью него может превратиться в мощного экспортера Не только для того, чтобы пользоваться, потому что, мы помним, там 55 кубометров миллионов, которые будут поступать Только 5 для Германии, все остальное для всех остальных Ну, поэтому и Польша сейчас, да, кричит, которая о том, что нет, нет, никакой независимости мы не можем говорить Что наоборот, это будет только для России хороший козырь для того, чтобы это перекрывать, поставить в опасность Польшу Ну, собственно, поэтому поляки, наверное, сейчас ожидают, что контингент, который должны вывезти из Германии, переведут в Польшу Прямо же просят, оккупируйте нас своими войсками Как по вашим вообще представлениями, то, что, допустим, пишут немецкие аналитики Вот этот вывод войск, он усиливает роль Германии? Или наоборот, он, скажем, играет на руку Франции? Или на руку, там, восточноевропейским странам? Вообще, кто выигрыш от этой ситуации? Во многом мнение делится Очень многие опасаются того, что если Германия, причем говорят, что это будет не выгодно Америки Что если сейчас Германия с легкостью откажется от согласиться, да, вот этот вывод войск То могут согласиться другие страны И тогда могущество США и вот ее непоколебимая роль в НАТО во всем может очень сильно встать под удар Правда ли, ну, в основном, точка зрения американцев, что без американского контингента, без американской поддержки Войска европейцев абсолютно не боеспособны? Ну, мне кажется, если война должна разразиться так, как она может разразиться в силу мощь всех тех орудий, которые есть сейчас То, в принципе, совершенно неважно те войска, которые там стоят, да, и ходят Миф, например, да, там про 10 боеголовых каких-то, никто не знает, есть ли они или нет 10 боеголовых в Германии Но те, про кого говорить нельзя, у них все равно этих боеголовых-то больше, вот сравнительно недалеко Поэтому, я думаю, ну, в любом случае, тут такой, да, вот достаточно сомнительный противовес Но, с другой стороны, если Америка не будет постоянно сталкивать европейские страны Со страной, которую мы граничим на Востоке, то, возможно, и не будет такой угрозы А что будет с НАТО? Возможно, будет переход не к человеческому контингенту, да, переход к каким-то установкам, которые, возможно, будут строиться в этих местах Благодарю вас, Владимир Спасибо Как известно, когда одно государство проводит военные учения у границ недружественного ему соседа То второе государство на время этих учений повышает боеготовность своих войск Что вполне естественно Сложнее ситуация, когда соседствуют два государства, находящиеся в одном военном союзе И не проводящие военные учения друг возле друга Вот, например, в конце мая польские военные захватили часть территории Чехии Якобы по ошибке Эту, не побоюсь сказать, душераздирающую историю расследовал лондонский корпункт CNN Цитата Министерство иностранных дел Чехии подтвердило, что польские солдаты по ошибке пересекли Границу страны с Чешской республикой в конце мая, после чего обосновались там Конец цитаты Чем занялись польские пограничники на чешской территории? Вряд ли я вас удивлю Они перекрыли чешским верующим дорогу в церковь Объясняя, что та находится на польской территории, а граница закрыта из-за коронавируса Самое забавное в этой истории, что она продолжалась пару дней Судя по заявлению представителя МИД, корреспонденту CNN, Прагу не сильно напрягло происходящее Цитата Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением Вызванным действиями польских военных без враждебного намерения Однако мы все еще ожидаем формального заявления Польских солдат больше нет и наши граждане могут снова свободно посещать этот участок Конец цитаты CNN сообщает, что Министерство обороны Польши также признало кратковременную оккупацию территории Чехии И приводит историческую справку Согласно которой Польша и бывшая Чехословакия были вовлечены в несколько серьезных пограничных конфликтов В течение 20 века Страны вели 19-дневную войну за территорию в Силезии в 1919 году А Польша аннексировала регион вокруг города Богумин в 1938 году Ну, я бы еще добавил аннексию Тешинской Силезии 30 сентября, 2 октября 1938 года После Мюнхенского сговора А также вторжение в Чехословакию войска польского Совместно с войсками других стран Варшавского договора В ходе операции «Дунай» для подавления пражской весны 21 августа 1968 года Так что, возможно, со стороны Польши это были учения под видом ошибки Впрочем, в случае полного вывода американских войск из Европы возможно все Однако сейчас в Польше в самом разгаре избирательная кампания В которой действующему президенту Польши Анджио Дуде победа отнюдь не гарантирована Именно поэтому он решил увеличить свою поддержку Среди наиболее консервативной части польского общества 10 июня Дуда подписал семейную хартию предвыборных предложений В том числе обещание запретить однополым парам регистрировать браки и усыновлять детей А также запретить преподавание ЛГБТ проблематики в школах Это стало реакцией на разрешение обсуждать вопрос ЛГБТ в варшавских школах Со стороны столичного мэра Рафала Часковского из оппозиционной гражданской платформы Который считается главным соперником действующего президента на грядущих выборах 28 июня На предвыборном митинге в Бджеге Анджио Дуда заявил, что Цитата Родители несут ответственность за сексуальное воспитание своих детей Никакие учреждения не могут вмешиваться в то, как родители воспитывают своих детей Аплодисменты Должен признать, что в данном случае Польша достойно подтвердила свое почетное последнее место По уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств среди стран Евросоюза И 42 место из 49 среди всех европейских стран Этот рейтинг составляет организация ILGA Европа Международная ассоциация геев, лесбиянок, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов Которая ежегодно публикует исследование Rainbow Map Europe Радужная карта Европы В которой оценивается уровень защиты прав представителей ЛГБТ-сообщества Согласно последнему рейтингу, обнародованному в мае 2020 года Самое благоприятное для проживания геев среди европейских стран является Мальта Как сказал бы Лебедев Кумач Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит гомосек Украина занимает 36 место И в последние годы деградирует в сторону повышения этого рейтинга Неудивительно, что после таких действий и заявлений Анджи Дуды На него ополчились не только либеральные европейские деятели, но и либеральные социологи Так по многим ресурсам прошла информация о том Что действующий президент Польши Анджи Дуда проигрывает во втором туре президентских выборов Если его соперником будет Рафал Часковский или Симон Головня Указывается, что исследование проводилось компанией Mason & Partners 12-15 июня На выборке из 1055 взрослых Ну, во-первых, это очень маленькая выборка Особенно с учетом электоральной пестроты Польши Но обратившись к первоисточнику Я получил вполне исчерпывающую информацию о достоверности этого исследования Оказывается, исследование было заказано штабом Симона Головни Который идет третьим, отставая на 22% от Дуды и на 14% от Часковского Вряд ли вас удивит, что в заказном опросе Головня во втором туре намного проще побеждает Дуду, нежели Часковский А тем временем раскручивается маховик избирательной кампании в соседней Белоруссии Где президентские выборы намечены на 9 августа Но Александр Лукашенко, похоже, уже на взводе Так, согласно информации официоза белорусского телеграфного агентства Белта 9 июня президент Александр Лукашенко провел совещание по актуальным общественно-политическим вопросам Где в том числе было уделено внимание ситуации, которая складывается вокруг Центральной избирательной комиссии Цитата «Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувство Переворота в стране не будет. Майдана тем более». Конец цитаты Вообще-то в своем уникальном отношении к Украине Александру Лукашенко удалось неким чудесным образом разделить саму современную Украину И украинский Майдан, ее породивший Причем его реакцией на ухудшение отношений с Россией Является резкое повышение доброжелательности к Украине И столь же резкое ужесточение антимайданной риторики Кстати, видимо, преодолевая весь этот когнитивный диссонанс 4 июня Лукашенко заявил, что радикальная белорусская оппозиция Финансируется российскими олигархами А вот 16 июня, согласно тому же агентству Белта Лукашенко направил в подарок президенту Владимиру Зеленскому и его супруге Белорусские вышиванки В прилагаемом письме подчеркивается, что Белоруссия и Украина Цитата Исторически стояли плечом к плечу, защищая права на самостоятельное и свободное развитие Конец цитаты Честно говоря, чтобы вспомнить исторические примеры Стояния плечом к плечу Украины и Белоруссии Необходимы эзотерические знания Украинского института национальной памяти Несмотря на заранее анонсированную и плановую смену правительства Накануне начала избирательной кампании Наблюдатели пытаются найти в ней некие маяки корректировки внешней и внутренней политики Ушли три ключевые фигуры либерализации белорусской экономики Пример-министр Сергей Румас Первый вице-премьер Дмитрий Крутой И министр финансов Максим Ермолович Отметим сразу Белорусская либерализация – это попытка сочетать монетарную финансовую политику С сохранением индустриального потенциала И социальным характером государства Возможно ли такое, в изумлении воскликнет любая восточноевропейская жертва либерализма Да, возможно Если, конечно, кто-то вам продает энергоносители по дешевке А если нет А если нет, то переходим к либеральному плану Б Монетарную политику сохраняем Но с рыночными ценами на энергоносители строим картофельную сверхдержаву С социальной системой, стимулирующей исключительно трудовую миграцию И что, третьего не дано? Ну почему же? Интегрируемся с продавцом энергоносителей Сохраняем индустриальный и социальный уклад Но делимся суверенитетом А нельзя ли как-то пропетлять между тремя вариантами? Можно Но до тех пор, пока вам не перекрыли то, что вы называете реэкспортом А на самом деле контрабандные схемы И хотя ваш покорный слуга описывает ситуацию иронично Но она на самом деле весьма непроста для Александра Григорьевича И кадровые перестановки лишь подтверждают это На место Ермоловича в Минфин пришел его первый зам Юрий Селивестров Как утверждают белорусские источники Господин Селивестров не имел никаких разногласий со своим шефом Ермоловичем И продолжит его линию Примерно то же можно сказать и о Николае Снабкове Который в 2010-2014 годах был министром экономики Белоруссии Затем до января нынешнего года Заместителем главы администрации президента А затем послом в Китае На должности первого вице-премьера Он продолжит проложенный Дмитрием Крутым пролиберальный курс Кстати, экс-вице-премьер перешел в администрацию президента Где, очевидно, будет осуществлять связь между президентом и экономическим блоком правительства Так что, если смена вице-премьера и министра финансов Как-то затормозит переговоры с Международным валютным фондом И другими международными институциями То ненадолго Не исключено, что в качестве финансовой подстраховки Николай Снабков сможет обеспечить кредиты из Китая Наиболее знаковой оказалась замена премьера Сергея Румаса Правительство возглавил 46-летний Роман Головченко Человек с весьма примечательной карьерой В 1996 году он окончил МГИМО В 2003-м Академии управления при президенте Белоруссии Занимал серьезные должности в Совете безопасности Белоруссии Генеральной прокуратуре Государственном военно-промышленном комитете Который со временем возглавил В перерывах карьеры на родине Дважды работал на дипломатическом поприще Советником-посланником в Польше И послом в Объединенных Арабских Эмиратах По совместительству в Саудовской Аравии и Катаре Даже этот краткий список характеризует нового премьера Как универсального силовика Национальная безопасность Правоохранительная деятельность Международная торговля оружием Дипломатия Под стать тому уровню внешних и внутренних проблем Которые стоят сегодня перед лидером Белоруссии Кстати, главой администрации президента Белоруссии В декабре прошлого года Стал первый зам главы КГБ республики Игорь Сергеенко Сам Лукашенко описал ситуацию так Время сегодня не то, чтобы ломать Даже не время строить Сегодня надо спасти то, что построено Кстати, в своих подходах к экономике Александр Григорьевич столь же парадоксален, как и в других сферах Так, либералы в правительстве никак не сказываются На его приверженности к пятилетним планам развития И советским подходам к экономическому развитию О чем он четко заявил на совещании с активом Гродненской области Цитата «Формируя новую пятилетку, мы должны взять хороший пример с советских времен» «Вы помните, там четко были расписаны объекты, которые будут введены в строй, и железобетонно выделялись денежные средства под эти объекты» Конец цитаты Разумеется, данная аналогия для многих неоднозначна Тем более, что действительно существовали проблемы как реалистичности планирования, так и качества исполнения этих планов Но главное несоответствие с нынешними белорусскими реалиями состоит в том, что в рамках плановой советской экономики была невозможна жесткая монетарная политика Государственного банка и рыночные цены на сырье и энергоносители Впрочем, справедливости ради отмечу, что фрагмент Гродненской речи белорусского лидера об инвестициях я бы выбил в граните золотыми буквами над входом в украинский Кабмин Цитата Собственно говоря, именно взрывоопасная смесь Внутри и внешнеполитических соображений с экономическими факторами И вызвало громкий скандал с введением внешнего управления в Белгазпромбанк Равные доли в котором по 49,68% имеют российские Газпром и Газпромбанк Начнем с того, что 8 июня глава Газпрома Алексей Миллер в письме министру энергетики Белоруссии Виктору Каранкевичу заявил, что переговоры о стоимости поставок газа в Белоруссию могут касаться только 2021 года, а нынешние условия окончательно согласованы 14 февраля При этом условием будущих контрактов является полное соблюдение белорусской стороной текущего соглашения Переведем с бюрократического на русский Во-первых, несмотря на падение цены на газ в Европе, Минск должен закупать российский газ по цене, установленный действующим контрактом Во-вторых, новые условия в следующем году возможны только при условии погашения существующего долга Если по первому вопросу Минск может лишь затаить обиду, то по второму назревает пресловутый спор хозяйствующих субъектов Белорусский министр энергетики утверждает, что долга не существует Просто стороны используют различные методики определения стоимости газа с учетом его калорийности Ну, как раз суть этого спора я понимаю прекрасно Когда мне жена говорит, ну шо ж ты так много ешь на ночь, я ей отвечаю, так это ж низкокалорийная отбивная картошка и масло Понятно, что дата 12 июня для обыска в Белгазпромбанке была выбрана не случайно Демонстративность такого своеобразного поздравления с Днем России очевидна Причем события лично комментировал Александр Лукашенко практически онлайн по ходу рабочей поездки в Витебскую область Согласно официальному сайту президента Белоруссии Александр Григорьевич скромно ответил на вопрос журналиста Цитата Честно скажу, в нюансы пока не погружен, в деталях не знаю, что там происходит Но я поручил председателю комитета госконтроля Там финансовая милиция этим занимается Сейчас в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия Конец цитаты Но, несмотря на то, что процессуальные действия только начались, Лукашенко четко расставил акценты Цитата Даже вы, как журналист, наверное, видели эти неправомерные действия иностранного банка в Белоруссии Мы это тоже видели Естественно, вы знаете наш порядок Никто никому не дал право заниматься неправедными делами В том числе этому банку Конец цитаты А далее белорусский лидер не сдержался и перешел на личности Цитата Что меня поразило Этот негодяй, иначе не назову Я, мол, ни при чем, ко мне претензий никто не имеет Это они там Слушайте, они все были не только у него заместителями Это одна шайка-лейка Мы это видим с 2016 года Мы это видели Зачем же ты на них валишь сегодня? Ты был руководителем, они у тебя заместителями И все, что там творилось, могло без руководителя происходить? Нет Конец цитаты Ну и в завершение Александр Григорьевич предложил задать человеку, упомянутому им раньше, как негодяй, вопрос, почему он пошел в президент Цитата Когда рыльца в пушку не лезь туда, потому что тебя измочалит сам народ Чего полез? Потому что понял, что к нему придут и наденут наручники А у нас же сейчас выгодно заниматься политикой, чтобы стать узником совести Вот почему он пошел туда, но это ему не поможет Конец цитаты Вот круг и замкнулся С одной стороны, Белгазпромбанк оказался своеобразным заложником Минска А значит, дополнительным аргументом в ценовом споре с Газпромом Тем более, что упомянутые Лукашенко они, которые были у того самого негодяя заместителями К концу первого дня следствия дали признательные показания Все 15 Кстати, ситуация с Белгазпромбанком выглядит операцией по принуждению Москвы к переговорам Благо 24 июня белорусский лидер будет присутствовать в Москве на параде победы С другой стороны, тот, который полез на президентские выборы Оказался перед перспективой остаться в наручниках еще до дня голосования Речь идет о Викторе Бабарыке Кандидате в президенты Белоруссии Которого называют основным противником Александра Лукашенко Господин Бабарыка 20 лет возглавлял Белгазпромбанк До 12 мая сего года Когда объявил о выдвижении в президенты Белоруссии Бабарыка легко и с большим запасом собрал необходимые для регистрации подписи В ходе подписной кампании белорусы проявили неожиданно высокий интерес к фигуре банкира и мецената Возможно, именно выдвижение оппонентов из старой лукашенковской номенклатуры А кроме Бабарыка выдвинулся экс-посол Белоруссии в США Валерий Цепкало И встревожило идущего на шестой срок Александра Григорьевича Впрочем, как поведут себя белорусские власти в отношении Бабарыки пока неизвестно Белорусский сайт «Новыны» отмечает, что в поддержку экс-банкира будет собрано не менее 400 тысяч подписей при норме в 100 тысяч И с такой поддержкой нельзя не считаться Сам за Лукашенко пока занял выжидательную позицию Цитата И я хочу, чтобы он попал на выборы Чтобы он пришел и рассказал, откуда собственность на Кипре Как при такой лукашенковской диктатуре он создал эту собственность Как он взятки давал, делил деньги Почему иностранный банк этим занимался Это все надо рассказать белорусам И они пускай потом определятся Но узником совести мы его не сделаем Конец цитаты Фонд Карнеги посвятил феномену белорусского бунта элит интересный материал Автор справедливо отмечает, что выдвижение кандидатов из истеблишмента похоже на вершину айсберга Это проявление более важного феномена Появление в белорусской правящей и бизнес-элите людей, которых всерьез не устраивает курс Лукашенко Цитата Системные либералы, сторонники мягких реформ есть в каждом авторитарном режиме И пока сам режим находится на подъеме Экономическом, внешнеполитическом или электоральном Они обычно оставляют при себе недовольство перегибами партии Но когда экономические кризисы годами сменяют друг друга Надеждой на эволюцию разбиваются о вето-системных охранителей и лидера страны А сам он больше не предлагает позитивной повестки на будущее Ситуация в умах системных диссидентов меняется Конец цитаты От себя добавлю, что нынешний кризис особый Это резкий экономический спад на 4-5% ВВП на фоне COVID-19 И резкого ухудшения отношений с Россией Включая потерю важнейших ценовых привилегий Данный кризис поставил под вопрос самовыживания белорусской элиты В условиях единоличного принятия решений Опирающихся не на анализ и прогноз А на внутреннюю убежденность лидера в своей правоте Впрочем, сам автор материала осторожно указывает Цитата Это не значит, что режим близок к расколу Хотя такие моменты почти всегда непредсказуемы Скорее мы наблюдаем брожение в умах белорусских элит Которая впервые за много лет выплеснулась в публичную сферу Конец цитаты Кстати, версии Бабарыков и движенец Москвы Сомневаются даже в Польше Деловое издание «Бизнес-алерт» Заголовок соперник Лукашенко кандидат Кремля Сопроводило вопросительным знаком Журналист издания пишет Цитата Действия Лукашенко могут указывать на то Что не только обозреватели Но даже сам Александр Григорьевич На самом деле не знает Стоит ли кто-нибудь еще за Бабарыкой Атака на Белгазпромбанк Может быть сигналом как для кандидата Что он может быть мгновенно остановлен Так и для России Если атака на Бабарыку и его бывший банк продолжатся Россия может быть вынуждена ответить Действия белорусского руководства Независимо от того Имеются ли нарушения в Белгазпромбанке или нет Указывает на то, что Бабарыка становится проблемой Больше чем супруги Тихановские Или Валерий Цепкало Конец цитаты Впрочем и в данном случае Несмотря на недоверие к лукашенковской версии Руки Москвы Продвигающей Валерия Бабарыку Автор решил проявить осторожность Цитата Если Кремль решит взять на себя обязательство Защищать интересы Газпрома И его бывшего сотрудника То для многих это будет сигналом о том Что Бабарыка действительно является Кремлевским кандидатом Конец цитаты Подводя некую черту скажу Со стороны создается впечатление Что то ли по своей доброй То ли по чужой злой воле Александр Григорьевич движется По очень рискованному пути Ведь победа через колено на выборах Вкупе с разрывом союзнических отношений с Москвой Открывает прямой путь К белорусскому Майдану Впрочем, как я уже рассказывал Мне в 2010 году пришлось быть свидетелем того Как Александр Григорьевич Радостно выскочил с заседания Главгосударств стран СНГ В Георгиевский зал Со словами Мы неожиданно для всех поссорились С Владимиром Владимировичем А только что мы с ним неожиданно Для всех помирились Парад победы 24 июня Неплохой шанс для Лукашенко Снизить накал напряжения В рамках союзного государства Впрочем, он может с удивлением обнаружить Что для примирения нужно согласие двух сторон Разумеется, это был с моей стороны Не более чем художественный прием Ибо все расклады на 24 июня Сторону будут знать уже к вечеру 19 июня По окончании визита главы российского МИДа Сергея Лаврова в Минск Более подробно о предвыборной ситуации в Беларуси Мы поговорим с белорусским политологом Артемом Агафоновым Добрый вечер, Артем Добрый вечер, Бобруйск Добрый Первый вопрос В целом Как из Белоруссии смотрится ситуация Действительно ли Бобарыка является конкурентом Лукашенко Дело в том, что я хочу сказать, что например В западных СМИ, если мы посмотрим BBC Или Deutsche Welle Если раньше их любимцем был блогер Тихановский Они все время предоставляли ему платформу И возможность высказаться То сейчас целый ряд интервью дал Бобарыка Как-то из него делают основного противника Лукашенко Как это изнутри смотрится? Ну изнутри смотрится, что сейчас действительно Основной конкурент это стал уже Бобарыка Ну во-первых, потому что Тихановский Он сейчас находится под следствием Против него возбуждено уже дело по двум уголовным статьям Причем одна из статей это вмешательство в работу Центральной избирательной комиссии Вот пока что подробностей не знаю Но очень любопытно, каким образом он это делал Второй из таких, из тройки конкурента Большой тройки, Валерий Цыпкава Он, в общем-то, сдал обороты Очевидно сдал обороты И наговорил много странных вещей Например, то, что вредные производства Вообще все будут выноситься за черту городов Ну люди так прикинули, сколько это будет денег стоить И как это вообще, во что это выльется Ну как-то оптимизм по поводу этого человека упал Ну и сейчас действительно Бобарыка Он ведет наиболее сильную избирательную кампанию Он консолидирует вокруг себя основную часть протестного электората Поэтому да, это сейчас основной конкурент Понятно И вот такой вопрос Кто сторонники Бобарыка? Дело в том, что у него же такая неоднозначная достаточно биография Ну в смысле он никогда не высказывал политических взглядов Но в целом, так сказать, он поддерживал и, скажем, условно Ну национал-патриотическую часть населения Он, как я помню, по-моему, уже финансировал книги Алексеевич Еще, так сказать, подобную деятельность вел С другой стороны, сейчас есть заявление в позу Там некого пересмотра в позитивном смысле Отношений с Россией, которые заходят в тупик Бобарыка, он, да, он ментально ближе, конечно, к, как вы сказали, национал-патриотической Ну, национал-либеральной, скорее, части белорусского общества Да, он и издавал книги Алексеевича И вот сейчас делает последнее заявление Польской Речи Посполитой Где он назвал тремя датами ключевыми белорусской истории Это коронация Миндовга, создание Белорусской Народной Республики Такое было аморфное государство в 2018 году Которое, в принципе, по сравнению с этим Ваша ОНР, это было просто образец государственности То есть ни границ, ни каким-то образом эта власть что-то вообще не контролировала То есть это было такое вот Зато присягнули, не присягнули, а отправили телеграмму к Кайзеру Ну, в общем, такая очень сомнительная И третья дата, это восстановление государственности после распада Советского Союза То есть уже исходя из вот этих исторических ориентиров Это человек, скорее, такого национал-либерального толка Но, тем не менее, это и человек-прагматик Он банкир, он прежде всего считает деньги И на какие-то шаги, которые будут противоречить вообще Интересам белорусской экономики Он, я думаю, пойдет все-таки вряд ли Ну, по крайней мере, в таком масштабе, как это делается сейчас Когда вопреки всем интересам Просто напрочь обутся отношения с Россией Идет дикая антироссийская истерия В средствах массовой информации от руководства страны Понятно, говорит, главным патриотом выступает Лукашенко Остальные получаются более пророссийские Да Если говорить об украинской системе координат То да, главный патриот Кто громче всех ругает Россию, это патриот, да Я ссылался уже в своем, так сказать, в части, ну, своей авторской На то, что это похоже на бунт элит Выдвижение двух, ну, в общем-то, таких людей Глубоко укорененных в системе Этот, Цепкало с 94-го года Вообще, с самого начала с Лукашенко Так сказать, Бабарыка с 2000-го года Ну, понятно, он банкир, но это системный банк Мы понимаем, что это, в общем-то, его можно считать Не только банкиром, но и чиновником Является ли это бунтом элит? В некоторой части да Тем более, что один из руководителей Инициативной группы Бабарыка Он до недавнего времени занимал должность заместителя Председателя Могилевского горосполкома Против него сейчас тоже возбуждают уголовное дело Это уже тоже показатель того, что далеко не все в элитах Сейчас Лукашенко поддерживают И отчасти да, отчасти возможно, что многие элиты Если Лукашенко будет падать, они переметнутся на сторону того же самого Бабарыка Тем не менее, хотя бы какие-то наметки Какие-то фокус-группы Какие-то предположения Какой электоральный расклад? Ну, на самом деле Да, есть Такой мем уже сложившийся Саша, 3% Это по основным Не только, кстати, оппозиционным Но и части нейтральных сайтов Это, например, онлайнер.бай Это такой новостной В общем-то, аполитичный В основном сайт Там тоже эти 3% наголосовали Но как проходят вот эти голосования? У нас националисты уже несколько лет отработали Такую схему флешмобов То есть, где какое голосование Которое их затрагивает Проходит Они тут же Собирают там несколько тысяч Может быть, даже десятков тысяч Человек Которые просто Ловятся туда И накручивают в свою пользу счетчик Это и по языковым вопросам Голосование было Когда в небольшом городе За белорусскую ногу Голосовали примерно столько Сколько это заселение этого города И так далее То есть, есть вот такие накрутки В реальности Я видел цифру 30% Рейтинг Лукашенко Эту цифру привел Публицист Юрий Дракокрус Недавно Но вот я считаю Что эта цифра Она более-менее реалистична Просто даже Исходя из собственных наблюдений Причем По столице По крупным городам Эта цифра меньше А это наиболее протестный электорат Наиболее легко мобилизуемый Глубинка, естественно, побольше То есть, МИЦК 15-20% Периферия 40-50% То есть, это цифра Которую я считаю Как-то, ну, ближе к реальности И это означает Проигрыш во втором туре Если голоса считать будут Действительно Честно Но в этом есть сомнение Понятно Ну, понятно, что Вся борьба впереди Понятно, что Впервые С 1994 года Беларусь Хотя бы появился шанс На второй тур Что тоже интересно Ну, в общем-то Пожелаем вам Честных выборов И главное После выборного Спокойствия в обществе Это даже важнее Это уж мы точно знаем Да Благодарю вас, Артем Хорошо, да Всего доброго Спасибо К сожалению После продления Сделки ОПЕК+, Количество экспертов По нефти Резко сократилось Из последних новостей Отмечу две С моей точки зрения Наиболее важные Прежде всего Сланцевая отрасль Подорванная Ценовой войной Не может Прийти в себя И продолжает Сжиматься Управление Энергетической информации США прогнозирует Что добыча Американской нефти Из семи основных Сланцевых месторождений К июлю снизится До почти двухлетнего Минимума В 7,63 миллиона Баррелей в сутки Напомним Что в декабре 2019 года США добывали 9,13 миллионов Баррелей в сутки То есть падение Уже составило 16% за полгода И это не предел Вторая новость Китай восстановил Нефтепереработку На докризисном уровне В мае Поднебесная Перерабатывала В сутки 13,63 миллиона Баррелей Что составляет Примерно 17% Мировой добычи Более подробно О ситуации На нефтяном рынке После его стабилизации Двумя соглашениями В рамках ОПЕК+, Мы поговорим С экспертом В сфере энергетики Дмитрием Маруничем Добрый вечер, Дмитрий Привет Создается впечатление По тому новостному ряду Который имеем В сфере нефти Что там ситуация Как-то стабилизировалась И приблизилась К точке равновесия Так ли это Будем ли мы иметь К концу года Хотя бы 50 долларов За баррель Да, действительно Я вот Припоминаю Нашу последнюю беседу На означенную тему И в целом Прогноз пока Можно признать Релевантным Бренд торгуется Больше 40 долларов За баррель Плотную к 40 Приближается Американский Сорт В УТА И после вот этих Драматических падений Апрельских Как мы помним Самое интересное Что Юралс Торгуется С премией К бренду Порядка 1,4 доллара На европейских Биржах Это, кстати Нехарактерная ситуация Долгое время Юралс Торговался Со скидкой То есть В принципе Ничего удивительного Не происходит Рынки восстанавливаются И если Тенденция Не будет Прервана Я сейчас скажу О том Почему она Может быть Прервана То вероятно Мы увидим Во втором полугодии Также динамическое Восстановление рынка На фоне Восстановления Мировой экономики И спроса Риск Ключевой Затучается В следующем Китай Снова Сигнализирует О Наличии Зараженных Некой второй Волной Коронавируса И это может Повлиять Конечно На глобальную Экономику На спрос На энергоресурсы И отсрочить Восстановление Нефтяного рынка Вот пока Такая основная Угроза Которая Может повлиять И может сломать Ситуацию На глобальном рынке Хотя повторюсь Наверное Даже вторая волна Вряд ли будет Столь разрушительной Как первая То есть Если влияние И будет То не столь Существенным Как влияние От первой Волны Коронавируса Вот то продление Сделки ОПЕК Плюс Еще на месяц Не коснулось Миллиона 180 тысяч Баррелей В сутки Которые добровольно На себя Взяли Саудовская Аравия Катар И Объединенные Арабские Эмираты То есть Это начало Уже нефть Добываться С другой стороны Китай Сейчас Отказ Постепенно Отказывается Саудовской Нефти И Соединенные Штаты Стараются Блокировать Поставки Куда Эта нефть Денется Или будет Создаваться Опять Избыток Нефти На мировом Рынке Я могу Сказать Вам Следующее Китай Снижает Импорт Саудовской И наращивает Импорт Российской Нефти Как мы Видим Российской И венесуэльской Просто Венесуэльская Зачастую Авторизуется Как Индонезийская Я все-таки Уверен Знаете В чем Мы видели Сигналы Которые Подавали Саудовские Власти И Крупнейшая Нефтедобывающая Компания Государственная Речь идет О том Что Я все-таки Уверен Что Найдут Саудовские Власти Рычаги Которые Не позволят Этим Объем Нефти Выплеснуться Вновь На рынок Это Может быть Либо Дополнительное По хранению Либо Опять же Сокращение Производства Потому что Все увидели Насколько Может быть Конпродуктивным Насколько Может быть Опасным Обвальное Падение Рынков Мы видим Какая ситуация Уже Не будем Об этом Повторяться Какая ситуация В судовском Бюджете И при Ценах на нефть 20 с плюсом Судовский бюджет Можно ожидать Крах до конца Текущего года Это было отмечено Ведущими Мировыми информационными Агентствами Аналитиками И так далее И тому подобное Интересно Какая-то фантастика То есть Американское Производство Падает Невиданными Досели Темпами Что также Подтверждает Некие наши Предыдущие Прогнозы И там Продолжается Череда Крупных банкротств Поэтому Производство В целом Снижается Достаточно Оперативно И я уверен Что на фоне Этого всего Дела Ну вряд ли Найдутся Сумасшедшие Какие-то политики Я верю В трезермыслие Судовских Врастей Они не допустят Опять Того Чтобы Эта нефть Вылилась Широким потоком На нефтяные Рынки мира И создала Очередные Существенные Дисбалансы Вот Ситуация Примерно Таким образом Сейчас обстоит Ну и да Газ отвязывается Потому что А. Появилась Глобальная торговля Она растет СПГ Б. Ситуация Очень сложная В мировой экономике Это в принципе Влияет На природный газ Также И Запасы газа Которые достигнуты В отдельных Глобальных Рынках Они существенно Могут повлиять На ситуацию С ценообразованием Именно Природный газ Понимаете Что мы видим На примере Евросоюза Сейчас там Котировки На биржах Обрушились До рекордно Низких значений Далеко не только Потому что Дешевле А еще и потому Что накопили Рекордные Запасы газа Рекордные Запасы газа И на это Повлияли Совершенно Иные Причины Повлияли Не связанные С нефтяным рынком Поэтому и далее Нефтяные рынки От газовых Будут изолироваться Я все-таки Не готов говорить Что они вообще Корреляции Корреляция будет Вопрос в том Что она будет уменьшаться А то о чем вы говорили Когда корреляция Была практически Как в математике Она была Блестна Функциональная Да Была функциональная Зависимость А да То ее теперь конечно Не будет Но она в любом случае Будет наблюдаться Плюс мы увидим Вероятно Корреляцию В отдельных В отдельные временные Периоды Она возможно будет То есть она не будет Такой Знаете Долгоиграющей Но возможно будет Иметь Играть Иметь место На отдельные периоды На отдельных Локальных рынках газа Я все-таки Пока не спешил С такого рода прогнозами Что все полностью Разморовано Все равно Это энергоноситель Все равно Природный газ В чтительной степени Используется Для удовлетворения Нужд в энергии Не важно Какая это энергия Это либо энергия Для движения Никих Транспортных Резв Либо для производства Электрической энергии В любом случае Цели примерно схожи Благодарю вас Дмитрий Благодарю Спасибо Сильнее человека Разумного Имели более крепкое Телосложение И более крупный мозг Они изготавливали И использовали копья И другие виды Холодного оружия Единственным конкурентным Преимуществом Предков современного Была способность Была способность Не переносить Агрессию На себе Подобных Воздержаться От убийства Представителей Своего вида Представители Вида Хомо Сапиенс Прибегали К каннибализму Только в случаях Сильного голода Они испытывали Иррациональный Или надуманный Страх По отношению К мертвым Таким образом Неандертальцы Сражались И с Хомо Сапиенс И с Себеподобными А Хомо Сапиенс Только с Неандертальцами Кроме того Отказавшись Или минимизировав Убийства Себеподобных Хомо Сапиенс Стали объединяться В большие группы Что давало Дополнительные Преимущества В войне На уничтожение ABC Цитирует Армянского Историка И психолога Акопа Назаритяна Цитата Грузинский Философ Амардашвили В 1990 Году Писал Что род Человеческий Появился Когда один Человек Оплакал Смерть Другого К сожалению Эмпирические данные Археологии И этнографии Вынуждают Нас Переформулировать Этот элегантный Афоризм Теперь он звучит Не так романтично Протолюди Появились Из-за страха Перед мертвыми Конец цитаты А так как Сейчас у православных Петров пост То я напомню Наставление Предстоятеля Канонической Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Ануфрия Главное в пост Не есть Друг друга На этом Наша программа Подошла к концу Это была Международная Панорама И ее ведущий Дмитрий Джангиров До встречи Через неделю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok